Итак, друзья, давайте продолжим. Прошло уже какое-то время, семена помогли, и как я уже сказала, я их буду сажать все, я их не отсортировала, то есть я просто показала вам секрет, как можно понять, что производитель семян нас обдурил, и проверить схожесть и качество семян, которые мы приобрели. В принципе, если вы хотите заморочиться с этим вопросом, то вы можете снять те семена, которые плавают на поверхности, и выкинуть их, а те, которые опустелись на дно, посадить. И я могу сказать 100% гарантии, что те, которые всплыли, они не взойдут. Даже если вы их не выкинете, а посадите в отдельную плошку, просто ради прикола, вот так проверить. Что мы дальше делаем? Значит, семена у меня более-менее подсохли, и мы подготавливаем, значит, посадочные емкости. У меня есть вот такие ящички, я думаю, вы с ними знакомы. Обычно в них продают мясо, фарш, такой, знаете, вакуумом запакованный. Вот, мы этот вакуум снимаем, ящички моем и оставляем. Сейчас я подготавливаю два ящичка для посадки астр, которые мы только что с вами замачивали в марганцовке. И вот один ящичек я уже напомнила, и вот здесь вот подписала сбоку название. Что нам нужно? Значит, сейчас покажу землю, которую я использую. Надеюсь, она влезет в кадр. Вот такая земля. Брали Селигер Агра фирма, брали ее в Ашане. 10-литровый мешок. Так. Сейчас. Значит, все падает. Значит, на дно, вот у меня есть такая хозяйственная ложка металлическая, не знаю, какую она емкость, но она раза в два больше обычной столовой ложки. Мы, значит, наложили примерно 3 такие ложки, но если она в два раза больше обычной, значит 6 обычных столовых ложек земли. И вот мы не смотрим обычно в земле, как, может быть, вы знаете, попадаются всякие веточки, камешки какие-то, уплотнения. Нам сейчас это не важно, но вот пусть оно все будет внизу. Мы наложили, разровняли и чуть-чуть вот так вот прижимаем, чтобы у нас была такая плотная поверхность, куда мы будем класть наши семена. Один ящичек я вот уже подготовила, и один мы сейчас с вами вместе подготовим. Значит, вот он белый, он у меня не подписан. Я беру маркер, который не смывается, перманентный. И пишу, с одного у меня, с одной стороны будет классический белый, так, классик, вайт, вайт, вайт. А с другой стороны у меня будет страусовое перо. Вот так получается. И мы с вами также ложечкой, я уже положила сюда три такие ложки, повторяю, они примерно равны двум обычным столовым ложкам. Уже все положила, разравниваем. Вот тут, как видите, попался какой-то комок, такой довольно внушительный. Ну, нужно равномерно так распределить, чтобы был слой, вы знаете, примерно около двух сантиметров, с учетом того, что мы его немножко утрамбуем. Вот. Вот такой вот слой получается. Я думаю, в профиль, в принципе, видно, что примерно половину, ну, где-то даже, ну, да, примерно половину до бортика занимает земля. Так, отставляем. Теперь я в свою лейку слила всю марганцовую воду. И мы берем лоток и вот таким движением, тоненькой струечкой поливаем землю. Так, берем вторую. Можно дополнительно еще где-то, вот, где мы пропустили, еще капнуть немножко. И внешне, то есть, должно быть ощущение, что земля такая вот она, рыхлая и влажная. Ну, вот, я, к сожалению, против света сижу, поэтому не могу быть уверена, что вы это видите, но надеюсь, что видно. То есть, вы видите, что земля мокрая. Прям вот она, вода. При этом я наклоняю на бок, да, и вода эта не стекает у меня сюда вот в уголок. То есть, эта вся масса довольно влажная. Дальше переходим куда. Значит, смотрим у нас, что. Кремсон и игольчатая смесь. Вот они у меня здесь лежат. Я подготовила вот такие картонки, просто картонка ненужная. И смотрю, что кремсон у меня не так уж много, вот он лежит. А игольчатая смесь, вот она покрупнее будет. Ну, побольше, в смысле, семян. Но, учитывая также, я говорю вам, что я использую все семена, которые были в пакетике. То есть, не только те, которые всплыли. Ну, и делю вот примерно этот лоток. С таким расчетом, что кремсон у меня поменьше, а этих побольше. То есть, не пополам, а чуть, не совсем пополам. То есть, где-то поменьше, где-то побольше. И стыкаю вот на эту картонку в землю так, чтобы она сама стояла. И теперь мы собираем семена и просто распределяем их по поверхности хаотично. То есть, я никакой, не преследую здесь порядка какого-то, просто сверху рассыпаю. Если вы, допустим, использовали семена только те, которые остались на дне, то вы можете распределить их по поверхности равномерно. То есть, прям вот пинцетиком или палочкой деревянной перенести их на землю в определенном каком-то порядке. То есть, чтобы каждая семечка лежала отдельно на земле и не касалась своего собрата. Вот, я эту цель не преследую, потому что все равно зайдет только малая часть. И на эту сторону мы распределяем эти семена. Вот так. Ну и вот оставшиеся семена мы сюда доложили. Давайте быстренько проделаем то же самое со второй коробочкой. Хочу сказать еще также, что вот из всех семян, семена, которые приобретались мною в фикс прайсе, были хуже всего. Из них практически ни один не опустился на дно, но может быть штучек пять из всей упаковки. И также присутствовали посторонние какие-то элементы. То есть, это были либо какие-то палочки, мусор, семена других растений, какие-то зернышки, то есть, вообще малонапоминающие цветы. Итак, вот у нас получились такие лукошки. Семена вы видите на поверхности. Как мы уже с вами пролили, так как мы уже пролили с вами землю марганцовкой, ее дополнительно поливать водой не нужно. И сейчас уже вручную, не ложкой, мы набираем немного земли рукой, как бы избегая всяких вот этих комочек и каких-то волосиков, и присыпаем сверху, делая такой как бы воздушный слой земли, ну, где-то около сантиметра, примерно. То есть, ну, мы видим, что семена скрылись из виду. Значит, ну, слишком много не надо досыпать прямо вот до краев, иначе семена очень долго будут выбиваться на поверхность. Когда появятся сходы, и, например, если будет нехватка освещения, то ростки будут как бы тянуться, если вдруг такое будет, то землю можно будет посыпать в процессе. Вот, вот так, в принципе, достаточно. Прижимать ее не нужно, нужно, чтобы у семян там был воздух, как бы пространство, чтобы они могли дышать. И земля могла дышать. И делаем то же самое со вторым. Если попадать в комочки, кидайте их обратно в мешок. При посадке следующих растений вы положите их на дно коробки. Старайтесь использовать более мягкую, такую воздушную землю, без каких бы то ни было включений. Вот, немножко распределим. Если у вас есть, например, вот такой инвентарь, как детские грабельки, или, знаете, есть такие наборы для комнатных растений, то можно воспользоваться этим набором, просто разровнять вот так вот землю, чтобы она была как бы равномерным слоем. Но при этом ее не нужно прижимать, чтобы она все-таки была воздушной. И сверху, опять же, говорю, что мы ничем не опрыскиваем, никакой водой, поскольку мы уже пролили нашу землю марганцовкой. Но, значит, такое лирическое отступление. Если вы марганцовкой не проливали, и кипятком не проливали, а, например, вы землю, скажем, держали на балконе зимой, и сажаете в сухую, то есть вы можете, допустим, обычной водой пролить, либо при посадке, сделав первый слой, уплотнив его, вы можете из пульверизатора как бы увлажнить поверхность, посеять семена, прикрыть вторым слоем земли, и также увлажнить из пульверизатора. Но в данном случае, так как мы проливали прямо вот из чайничка, то нам дополнительное увлажнение не требуется. Опять же, если вы кипятком проливали, то также увлажнять не нужно. И сейчас мы берем обычный полиэтиленовый пакет, помещаем в него наш ящичек. Вот так вот. Создаем такой как бы воздух, как парничок. И желательно это поместить на батарею. Если нет возможности поставить на батарею, например, батарея слишком узкая, или, к примеру, батарея чем-то занята, или она чем-то загорожена, и нет возможности прямо вот непосредственно сверху поместить платок, то можно поставить рядом батареи, но максимально близко, чтобы вот прям тепло, было очень тепло. Прямо жар от батареи шел именно к нашим коробочкам и именно с нижней части, чтобы земля была прям-таки горячая. Вот. И, значит, оставляем их в таком положении. Как правило, я их дополнительно никак не поливаю, не увлажняю. Оставляем мы их на батарее примерно на две недели, но это такой средний показатель. Как только появляются росточки в земле, мы снимаем пленку и ставим эти лотки на подоконник. Значит, весь процесс вот эти две недели, если, допустим, ну, обычно там создается конденсат и лишняя вода, она как бы капает на землю и тут же ее увлажняет. То есть такой парниковый эффект происходит. В принципе, можно где-то раз в пять дней развернуть, посмотреть, как там процесс. Если земля вдруг немножко подсохла, это может говорить о том, что на пакете есть отверстие. И, скорее всего, воздух выходит и тепло тоже выходит мимо. Вот. То нужно дополнительно из пульверизатора распрыскать по поверхности немного влаги. Опять же, до того состояния, как я вам показывала вначале, чтобы было видно, что земля прям-таки вот влажная. И снова мы надеваем пакет и ставим обратно на батарею. Вот. И сейчас я помещу, у меня получилось четыре коробочки, потому что было восемь пакетиков. И сейчас я постараюсь их поставить поближе к батарее или на батарею, потому что рассады очень много и надо как куда-то ее всю выставлять. Вот. И думаю, что может быть, будет не лишним, но на всякий случай покажу вам. То есть, когда появятся первые сходы, вот буквально из земли только-только покажется маленький росточек, мы снимаем пленку и ставим лоточки на подоконник. Вот такие у нас были сегодня с вами посадки. Надеюсь, было не скучно, интересно и познавательно. Если еще не подписаны, подписывайтесь, чтобы не пропускать новых видео. Ставьте пальчики вверх, оставляйте комментарии, если будут вопросы, я с удовольствием на них отвечу. И до новых встреч. Увидимся в новых видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok